Человек, вооруженный пистолетом, но который не может пользоваться им, для нападающего или для преступника гораздо безопаснее, чем невооруженный. Попробуйте, как будто пальцем в руку попасть хотите. Все, вообще легко. Люди, фух, ничего себе. А вдруг завтра война? Самое сложное оружие – это пистолет Макарова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Члены АПСИ, Федерации Практической Стрельбы, судья АПСИ, инструктор АПСИ и тренирую людей, иногда военнослужащих, в основном гражданских людей. Обучаю их в безопасном обращении с оружием, правильной стрельбе, готовлю к соревнованиям, стараюсь по мере сил. Когда и почему ты решил начать заниматься стрельбой? Откуда у тебя появился вообще опыт? Первый опыт был лет семь мне было. В Дагестане была свадьба. Ты из Дагестана? Так точно, да. Дали автомат взрослые дяди. Сказали, вот небо, ты должен в него попасть. Ну, держали по бокам, там, со всех сторон. Я сделал первую очередь свою. А сколько лет еще раз? У нас лет семь было. Это реально маленький был еще, там, еле-еле держал автомат. Потом, в принципе, не после этого даже, а уже во время этого я собирал вырезки. Там какие-то, все, например, кому-то нравились плакаты актеров, кому-то нравились плакаты пейзажей. А мне нравились плакаты танков, самолетов, вот такой техники. И вот не помню, со скольки лет я начал собирать вырезки с газет про военную технику. Был журнал «Советское военное обозрение», был журнал «Техника молодежи». Ну, в любую информацию, которую я находил, не было уже компьютеров, ничего не было. Там я читал, все это делал. И в седьмом классе я первый раз уже официально стрелял с мелкашки, с мелкокалиберной винтовки. Не помню название, однозарядное. Это в школе. В школе были старшеклассники, стреляли, и мне военрук разрешал тоже стрелять. Как человеку, который разбирается уже все, ему рассказал про технику, разобрал, собрал автомат сразу, с первого же раза. И он разрешил мне заниматься со старшеклассниками. А в дальнейшем, в процессе всей моей жизни я работал в основном с оружием. Ты сам обучался или у тебя были тренера? Конечно, конечно. У меня были инструктора, очень достойные люди. Ну, из тех, кого сейчас люди знают, это Вадимир Егоров, Борис Пащенко, это легендарный человек. Петр, фамилию не помню, с клуба «Тактика», здоровый такой парень. Всему учился, то есть у Рогозина, когда проходил курсы. Везде, где мог, я всегда обучался в стрельбе. Даже сейчас, в данный момент, я также езжу, я стараюсь взять что-то от других инструкторов. То есть, вот, приезжал Александру Ивановичу Петрову, также для обучения в стрельбе. Инструктор не должен, любой человек, все время должен повышать свою квалификацию. Как только он остановится на определенном уровне, все. Не то, что прогресс будет, а регрессия будет. То есть, он хуже и хуже начнет. Постоянно надо что-то узнавать, что-то новое, что-то для себя открытие делать. Когда ты получил свою первую лицензию, сколько тебе было лет? Поздно получил. Это был 2008 год. 2008 год. Я купил себе маленький такой Бекас 12М, 12-го калибра. Очень удобная штука. Самое короткое гладкоствольное оружие, без приклада. Только рукоятка и оружие. И это был, как в тактике говорили, это Марата большой пистолет. Я одной рукой очень люблю стрелять с них. Поэтому стрелял одной рукой часто. Я знаю, что ты тренируешь сотрудников спецслужб. Чему ты их можешь научить? Если, конечно, об этом можно рассказывать. Армия и спецслужбы в данный момент находятся на таком уровне подготовки, что в принципе их нечем учить. Но есть отдельные маленькие, маленькие моменты, которые я могу подсказать. И я подсказываю, стараюсь это делать по мере возможности. А от них уже беру что-то себе на заметку. В интервью для «Молот оружия» ты упомянул, что ты работал телохранителем. Да. Можешь ты рассказать об этой работе? Ну, если, конечно, можно об этом рассказывать. И попадал ли ты в какие-то реальные ситуации, когда тебе приходилось стрелять? Это можно рассказывать. Ничего такого страшного нет. Это охранял я гражданских людей. К счастью, ни в одну такую ситуацию не попадал. На самом деле можно работать годами. То же самое, как у сотрудников полиции. Сотрудник полиции может работать 25 лет и ни разу не применить оружие. Реально. И ни разу у него ничего такого конфликтного не союзуется. Просто человек должен быть, понимаете, чтобы не создалась ситуация, человек должен быть настолько подготовлен, допустим, если на этого человека, допустим, хотят напасть с кулаками, которого вы охраняете. Они все равно тоже не глупые люди же там. Они сначала узнают, кто у него находится в охране. Когда узнают какие-то неприятные подробности об этом, у них или желание пропадает, или они хотят напасть тогда, когда этого охранника рядом с ним нет. Это первое. Второе. Если хулиганы просто, понимаете, занимаюсь я шести лет, занимаюсь спортом. А там стрельбой тоже там, ну, после 18 так активно занялся. Встаешь настолько уверенным, не самоуверенным, самоуверенным вставать нельзя. Всего добиться тоже невозможно. Всегда есть что-то, чего ты еще не знаешь. Просто встаешь таким уверенным, что если какие-то мелкие хулиганы там, они прекрасно видят, что перед ними не, ну, там, как сказать, никакой-то там... Что не будет просто. Да, что будет очень непросто. Я бы даже сказал, что будет совсем невозможно. Такое слово есть, словосочетание? Ну, наверное. Крайней степени вот это. И, то есть, получается, психологическими аспектами, в принципе, ты осуществлялся на работу. Да, совершенно верно. Во-первых, надо понимать, кто перед тобой. Культурно можно. Любое, на самом деле, практически любую какую-то ситуацию можно культурно решить. Спокойно, разговариваю, спокойно. Чем ты занимаешься конкретно сейчас, ну, в разрезе тактики и стрельбы? Конкретно сейчас. Во-первых, поднимаю свой уровень. В данный момент я вот прошел, ну, как бы, был у Александра Ивановича Петрова, как я сказал. Далее я еду к еще одному очень уважаемому, так же очень уважаемому человеку. И далее я еще так же еду. Поэтому вот эти два месяца у меня будут именно подготовок. 5 апреля у нас будут соревнования Федерации тактико-циклической стрельбы. Это в Москве. 7 апреля у нас будут соревнования пулеметные в моей родной республике Дагестан. Пулеметные соревнования? Так точно, да. Ну, там, да, Федерация тактико-циклической стрельбы, именно стрельба из пулемета. Там очень серьезно, я потом, если что, как-нибудь покажу видео. Ну, просто, просто там, ну, даются такие задания, там, стрельба с пулемета по мишеням на ходу. Стрельба там чуть ли не этот... И все время ты должен что-то в руке нести. Например, два цинка патронов. Ну, в ящики патрона бежишь с этим ящиком, бросаешь, отстреливаешься, бежишь, добегаешь до где-то метров 300 пробегаешь с этим ящиком и с пулеметом еще. Потом там отстреливаешься и бежишь назад. Вот такие учения проводятся. Я же сказал, у нас армия в данный момент очень боеспособна. Раньше о таких соревнованиях даже, ну, не думали. Там были какие-то фронтовые учения, там, армия с этой стороны, две армии с этой стороны, там, что-то там на картах решалось. Бегали там с автоматами, стреляли холосыми патронами раньше, да, было. Сейчас все проводится очень... И соревнования почти, ну, каждую неделю в каком-то регионе идут соревнования хорошие подразделения. Реально. А ты сейчас учился чему-то связанным с пулеметом или нет? Возможно. Я не скажу. Хорошо. А то на пулеметных соревнованиях скажут, что он занимался по пулемету, мы с ним не будем, не берем его. Такой вопрос. Что в твоей практике было сложнее всего тренировать? Ну, то есть, какое-то упражнение, какая-то дисциплина. Что было самое сложное, как тебе показалось? Ничего. Ну, то есть... Я любое сложное упражнение, если учу кого-либо, разбиваю его на мелкие части, каждая объясняю. Далее я это сложное действие объясняю ему более простым действием. Допустим, вынос пистолета на прицельную линию. Допустим, в практической стрельбе я говорю человеку, что вы поднимаете букет с цветами. Понимаете, у нас люди, когда стреляют, они очень часто стреляют вот так, поднимают. Наверное, так же делают? Нет, цветы же, они подают вот так. Я обучаю, я говорю, подними его так, как ты поднимаешь букет с цветами. Он просто берет пистолет, неосознанно поднимает вот так. И все. Я немножко коррекцию какую-то вложил. Любое сложное действие, заряжение пистолета, допустим, снаряжение пистолета магазином. И так же объясняю, несмотря, можно попасть пальцем в руку, правильно? Представьте, что палец находится вдоль магазина. Представьте, говорю, что вы в руке пистолет. Представьте, что вы пальцем в руку пытаетесь попасть. Не магазином в пистолет, в шахту приемника магазина, вот так можно сказать, если там официально. Попробуйте, как будто пальцем в руку попасть хотите. Все, вообще легко. Люди, фух, ничего себе. Вот эти все действия я объясняю. Например, говорят, что из-под лоба смотреть нельзя. Как я это объясняю? Я объясняю, у вас же глаза не круглые. Глаза овальные очень сильно. Им вот так смотреть очень сложно. Причем есть еще защита глаз. Допустим, у военнослужащих шлем забрал. У гражданских это очки. При таком взгляде, из-под лоба, очки дают искажения. Ну, или ты можешь упираться в рамку. И дополнительно, допустим, если мы рассмотрим Макар, которое самое частое оружие, которое я тренирую. На самом деле, самое сложное оружие, это пистолет Макарова. Если вы научитесь с Макарова стрелять, все. Можно с Барретта научиться, даже подойти к Барретту, сказать, что тут, давайте я выстрелю и попасть. Потому что прицельное приспособление вообще неудобное. База пистолета совсем короткая, не позволяет ошибиться. Спусковой крючок, там, ну, тоже есть свои эти. Пистолет Макарова не дает ошибиться ни в чем. Поэтому получается искажение. Мушка немножко там туда-сюда. 25 метров. Все. Результат самый плачевный. Ну, плохой. То есть, я имею в виду промах. А вот так, по идее, я считаю, нет ничего сложного. Надо просто заняться. И все. А кого сложнее всего было тренировать в этой практике? Самое сложное тренировать, честно вот скажу, чтобы военные не обижались, это военных, которые отслужили там, ну, 18 лет, там, 20 лет, да, там, 25 лет. Например, борьба с опытом происходит? Нет. Допустим, не могут быстро сразу перейти на другую, допустим, раньше стреляли они одноручным, ну, одноручным хватом. На двуручный хват перевести их вообще сложно. Очень сложно. У них уже, ну, запрограммировано в то, что... Привычка. Да, привычка. Получается привычка, да. Поэтому, самое сложное их. Но я тоже, ну, уже привык работать с ними. Я им очень быстро объясняю. А если они говорят, мы привыкли так, мы всегда так стреляли, мы всегда так делали, а по-новому не будем, я им говорю, если у вас дома ламповый телевизор, вы смотрите, я вам разрешу стрелять, как вы хотите. Если у вас дома телевизор более-менее современной модели, хотя бы ровно, ну, вот этот плазменный, да, или какой там, тогда я вам говорю, что вы будете стрелять двуручным хватом. Потому что прогресс-то не останавливается. Я говорю, что в телевизоре прогресс идет, что и в стрельбе прогресс идет. В телевизоре, ну, он же не держит ламповый телевизор, правильно? А если он пытается традиции какие-то соблюдать в стрельбе, тогда он должен следовать эволюции, так сказать, стрельбе. Ну, вот всеми надо просто найти общий язык. Я со всеми нахожу общий язык. На твой взгляд, зачем вообще гражданскому человеку начинать заниматься стрельбой? Какие могут быть мотивы и какие могут быть варианты? Во-первых, он может приобрести травматическое оружие, оружие ограниченного, огнестрельное оружие ограниченного поражения для самозащиты. Это первое. Второе. Он может заняться спортом. Вступить в федерацию практической стрельбы или вступить в федерацию тактико-циклической стрельбы. И стрелять, быть спортсменом, выступать за Россию, выступать за город, выступать за клуб свой. Также третья причина. А вдруг завтра война? Какие пути ты видишь, чтобы можно было начать заниматься стрельбой? Ну, то есть, что нужно сделать? Первым делом, что нужно сделать потом и так далее. То есть, какой вот такой самый короткий путь, чтобы чему-то научиться, приобрести лицензию? И как бы ты сейчас планировал путь, если бы сейчас начал заниматься стрельбой? В первую очередь, смотрите, когда человек покупает оружие, допустим, сама оборона, он абсолютно ничего не читает, ничего не делает. Покупает, просто в кабуру засунул и ходит. В принципе, когда человек учится водить машину, он учит законы, правила дорожного движения, он разбирается, как устроен автомобиль, он там кучу действий делает, чтобы научиться ездить, научиться рулить. И минимальный ремонт какой-то. А покупая пистолет, ничему не учится. Ну, то есть, он там зачеты какие-то сдал, один час проверок прошел, ну, там, тесты или экзамен сдал, пошел, получил разрешение на покупку, прошел психолога, невролога, там всех прошел, и пошел, купил пистолет и носит. И не учится стрелять даже. Этот человек действует неправильно, во-первых. Я всегда считаю так, что человек, вооруженный пистолетом, но который не может пользоваться им, для нападающего или для преступника, гораздо безопаснее, чем невооруженный. На примере, объясню на примере. Допустим, человек вот так замахивается, бандит, и наш Рэмбо пытается судорожными движениями двумя руками вытащить пистолет из кобуры. В итоге в больнице его привозят вот так же, там, в шоковом состоянии. А невооруженный человек... Он закрывает лицо руками. Нет, он убегает. Я бы тоже так поступил. Вот первый, я бы тоже поступил. Лучший конфликт, это тот, в который вы... Лучший выигранный бой, Марихайло Яма говорил, это тот бой, который вы смогли обойти или не позволить начаться. Поэтому надо всегда обучаться. Прежде чем даже идти стрелять, учиться в тир, посмотрите, почитайте об оружии, посмотрите видеоролики об оружии, а найдите тренера, инструктора по огневой подготовке, да. И, ну, разные инструктора есть. Надо найти свое. То есть пойти к одному сначала, первое занятие, второму, третьему. Найти, где инструктор более подробно объясняет, а не стоит там, в носу коверяется, там, человек стреляет. Найти, понять. То есть, ну, то же самое, как инструктор по вождению, да. Он может там сидеть, там, там, что-то неправильно делаешь, там, не понимаешь, он и не объясняет. А может инструктор по вождению попасться такой, что он там в душе гонщик, там, вот он хочет помочь, вот он быстро научит водить. Поговорим про снаряжение. Какой тип снаряжения ты обычно используешь в своей стрелковой практике? То есть, это что-то больше направленное на спорт, снаряжение для APS-C, либо это какое-то тактическое снаряжение, уже, ну, направленное на какие-то более такие, назовем, реальные вещи. Я использую все. То есть, при подготовке гражданских стрелков, если телохранители готовлю, то у них просто ремень и штатная кобура, или кобура, ну, допустим, стич-профи, я советую всегда стич-профи брать. Кобура номер 12, там, ПМ, если у них, если у них сейчас другие пистолеты немножко начали давать, любая, но 12-я модель. И кожаный ремень. Если я тренирую гражданских, которые, возможно, станут спортсменами, для них я беру двойной спортивный ремень. То есть, он на липучке, первый слой одевается в брюки, второй слой сверху. Кобура идет обычная или без кнопки, стич-профи тоже, или с кнопкой альфа. Ну, альфа я больше военным даю. Для гражданских простая кобура, пластиковая, например, для пистолета ГУЛОК, там, производства стич-профи. И подсумки всегда и военнослужащим, и гражданским советую. Ну, как у меня есть, так я делаю. Подсумок универсально под 4 магазина. Если я тренирую военных, эта вся экипировка уже не подходит. Подходит уже какой-либо бандаж. Бандаж затяжной, разгрузочный. Их очень много моделей. Лично я затяжной нашу. И кобура на... То есть, это бандаж, ну, может, кто не знает, бандаж с Молли. То есть, боевой пояс. Так точно, да. На него крепится кобура, тоже стич-профи-диоин. Почему? У них, в принципе, лучшая в мире, наверное, кобура альфа. Она с кнопкой, у нее гарантия практически 10 лет. Ну, срок эксплуатации она летая. 10 лет ничего с ней не случится. Как мы знаем, там, ну, многие военнослужащие за свой счет покупают там, да, кобуры, поэтому, и не имеют таких больших финансов, чтобы каждый год менять. Подсумки или используем эти же на 4 магазина. Одни из лучших подсумков, считай, там и угол меняется, и все. Так, далее. Если автоматчики, то у меня плейткери обычный. Не облегченный, ничего. Обычный плейткери. И там зависимость от задач. Если задача ползти и стрелять, ну, на соревнованиях, например, то с груди убираем, на пояс подсумки автоматные ставим. Если задача просто ровно бегать и стрелять, то магазины для патронов, они на груди, ну, в районе живота. Вот. Все зависит от того. У меня на самом деле очень много в форме уже шифонер, и жена скоро выгонит. Если у кого есть место, где пожить, скажите, если меня выгонят, там комментарии напишите. Там Марат, там есть жилье. Ну, город Москва, желательно в центре где-нибудь. Марат ищет склад. Нет, нет. Где Москва. Я ищу, если меня выгонят со своим, с моим складом, вместе с моим складом, чтобы второе место. Да. В зависимости от того, куда еду, одеваюсь. Раз уж мы начали разговаривать про снаряжение и так далее, давай вернемся к выставке ИВА 2019, на которой мы совсем недавно были. Я ходил отдельно от тебя, ну, понятно, я ходил там по страйкбольным всяким стендам и смотрел страйкбольное снаряжение и оружие. Ты ходил по своей теме. Назови три самых интересных продукта, которые тебе понравились на выставке. Первый продукт это FAB Defense, конечно. Ну, что-то конкретное. То есть не стенд, а вот именно какая-то вещь. Ну, вот сейчас, вот как стенд скажу FAB, FAB, реально. А по изделию, по изделию у них было цевье, сейчас новое, понимаешь, если мы стреляем, гражданские, если стреляют, так цевье не нагревается, да? Войносующие стреляют очень часто, если где-то находятся, они длинными очередями, и многие цевье нагреваются, пластиковые, некоторые не выдерживают. они выпустили там с этим термопрослойкой, как бы, ну, проставкой, которая делает так, что 3-4 магазина отстреливаешь, и не нагревается так. Ну, можно рукой спокойно держать. Вот это цевье. Второй, вторая вещь, которая реально понравилась, это компания Магнула, для быстрой зарядки и быстрого разряжения магазинов, я вот в Инстаграме, кстати, выкладываю этот ролик, там безумно, как... Кстати, сразу скажу, что ссылка на Инстаграм Марата будет в подписании. Вот здесь можно, чтобы она вот здесь где-то была? Вот я рукой держу, да, вот так. Да, реально, реально хорошая вещь, вот так вот, я на скидку сейчас говорю, да? А третье, был еще такой турецкий, турецкий пистолет, ой, название сейчас не вспомню, потом, если что, напишите, я скажу, как, блин, реально, Турция вот такая, сделал такой пистолет, там реально, ну вот, ТТХ я читал, с 2012 года, по-моему, там у них на вооружении, у полиции, блин, стреляют и радуются, знаешь, реально, если бы у меня такой пистолет был, я бы первый раз в жизни начал бы стрелять одной рукой. Проси меня, А почему, почему? Проси меня, почему? Проси, пока не кто-нибудь. Я уже просил. Нет, почему? Потому что одной рукой бы я стрелял, а второй рукой слезы радости вытирал бы. Я видел, что на выставке был инструктор Zero, я знаю, что ты с ним общался. Были вы знакомы до этого, и что ты можешь про него рассказать? он каждый день. Он каждый день мне писал какие-то сообщения, но у меня время почитать не было, а он пытался повторять мои ролики. на самом деле, я начал заниматься, стрелял, но когда увидел его ролики, я еще так хорошо не стрелял, когда увидел его ролики, я просто загорелся идеей уметь так же, как он. и несколько роликов снял, как повторил его упражнения, то есть и время повторил такое же, где-то лучше, где-то хуже, и вот не специально, не специально, у меня есть там пару фотографий, где мне просто фотографировали на полигонах, блин, ну копия, вот кто видел, говорю, о, это Zero, мы знаем, я говорю, это я вообще-то, и вот очень похож, я подошел к нему на выставке, его пообщались, он там оставил автографы моим друзьям, знакомым, и я попросился к нему на тренировку, и он сказал, сделает. Прикольно. Ну, пока так вот, ну пока, пока такая договоренность, но я надеюсь, сейчас, как будет у него время, мы уже начали списываться, как у него будет время, я поеду и потренируюсь. То есть, получается, вот все это история с трикшутингом, ну так это назовем, то есть, стрельба с трюками, ты начал заниматься именно из-за инструктора Zero. Да. А у тебя есть какие-то собственные трюки, которые ты вот, ну, просто каждый, кто занимается подобным, у него есть какие-то свои фишки, которые он сам придумал, и которые другие не могут повторить, или есть такое? На самом деле, где стреляет Zero, там уже ничего не придумать. Он стреляет много лет, он уже все практически сделал, все ниши заняты, короче, там уже сунуться негде, он все делал. Единственные возможности сделать немножко быстрее него, но есть один ролик у меня, где я стреляю с помповика, Бекас 12М одной рукой и сразу перезаряжаю его, то есть там оружие, ну, помповик он, передергиваешь, делаешь выстрел, опять передергиваешь, делаешь выстрел. Я это делаю одной рукой, там дергаю резко руку назад, выложу опять вперед. Не трогая подвижное целье? Да, не трогая, то есть все, инерция руки. Ружье мануал, Бекас 12М стреляет с рукой. И вот этот ролик, такого я у него не видел, это, ну, вот, как бы так получилось. Ну, я думаю, если он увидит, он сможет это повторить, но, правда, там очень опасное упражнение, но, с некоторых пор я перестал такие вещи снимать, потому что кто-то, я вот, понимаю, там кто-то за границей пытается повторить и там что-то ломает себе, но когда наши соотечественники начинают там думать, что, ну, например, у меня руки маленькие, мышцы маленькие, и там человек с большими мышцами, с большими руками пытается это повторить, и приклад вылетит и повредит ему там лицо или руку повредит, да, я не хочу, чтобы этого было, но сейчас будем снимать только те ролики и только те, только те варианты, которые при любом раскладе не принесут вреда тому, кто хочет это попробовать сделать у нас, ну, из, многие же хотят повторить. У тебя в Инстаграме все эти ролики? Да, да, и сейчас в Ютубе тоже будет там, в Ютубе чуть подлиннее будет, в Инстаграме вот ограничен минутой, там, чтобы показать, там уже более ускорено. И напоследок самый серьезный вопрос, я надеюсь, что ты сможешь на него ответить. Я видел старые фотографии без бороды. И сейчас ты отрастил бороду, это дань кому-то тактическому стилю, или есть какие-то более серьезные причины? Тактических причин нету. Единственная причина, допустим, приходишь куда-то тренировать народ по стрельбе. Что у военнослужащих, что у гражданских. Попадаются люди, которые там долго по мере своей службы, например, там человек в полиции там 20 лет отработал или 15 лет, и он говорит, когда я побритый, я очень молодо выгляжу, очень молодо, вообще как там пацан. И они вообще не слушаются, они вообще не воспринимают, что я им говорю, они думают, что это пацан пришел, тут меня учит, я тут 20 лет вот так вот сейчас попаду, где у меня пистолет, берут пистолет вот так, палец, и смотрят такие, ну, ни о чем. Когда человек вот с бородой стал ходить, ну, это секрет, я открываю, люди реально начинают слушать, ну, как бы, я думаю, в психологии у человека, что борода расти, человек отращивает бороду на уже преклонном возрасте, там, да, в каком-то, ну, это сейчас более-менее мода пошла, да, многие ходят, даже обычные люди бороду отращивают, но все равно психотип остался, что человек, он автоматически думает, что я старше него, понимаете, и поэтому больше слушают, реально больше слушают, без бороды вообще не слушают, вообще просто, ну, ни о чем, вот покажу паспорт, ну, там, наверное, видно не будет, потом покажешь. Закрой серию, номер там, все. мне еще подарят. Ну, да, конечно, это. Ну, кто меня будет слушать? Такой добрый человек. Тебя, наверное, не пускать на всяких контролях, и... Они с лупой смотрят. Недавно ездил, да, как раз вот наив уехал, пограничник смотрел через лупу мою фотографию и на меня. Я такой стою, говорю, нравлюсь? Он захлупнул паспорт, зацел, и я ушел. Вообще, самый легкий контроль был у меня, в этот раз обычно там что-то... Просто в Германии ты тоже, я смотрю, он стоит на тебя, смотрит, показывает, что... Да, он спросил, вы в барбершоп приехали? Я ему говорю, да. Он говорит, я говорю, а что, надо побриться в Германию, чтобы попасть? Он говорит, нет, у нас свобода, свобода, ну, как это, не бюрократия, а демократия, демократия, и говорит, здесь можно все. Я такой, а там же много русских стояло, спортсмены стояли, Ильин, чемпион мира по стрельбе, Маша Шварц, чемпионка мира по стрельбе, команда концерна Калашников, короче, все русские стояли, в этом самолете летели. Я говорю, что, действительно все можно? А он, yes. Я говорю, а где мои сережки? Я сейчас хоть одену свои сережки, и там ха-ха такие были, и меня тоже так же, сразу пропустили. Хотя, пол самолета говорила, что тебя обратно отправят, депортируют. Так вот так. Иногда чувство юмора очень легко помогает пересечь границы, я бы сказал. Марат, спасибо, что пришел к нам в гости, что уделил нам время. Кстати, Марат пообещал, что мы снимем несколько коротких обучающих роликов по обращению с пистолетом, по обращению с карабином, а может быть, будут там какие-то прикольные фишки, которые можно будет почерпнуть. Кому уже не терпится посмотреть на какие-то мини-уроки, это можно сделать. Вот здесь. Инстаграмм Марата, там на самом деле, пока я готовился к интервью, я весь его инстаграм на самом деле уже просмотрел. Лайки ставил. Обязательно. И там реально есть несколько роликов с уроками, с очень полезными мелкими фишками, которые, ну вот, например, сегодня он мне показал одну фишку, которая мою обычную перезарядку пистолета увеличила примерно на секунду. Да. Просто с ровного места, что я вообще не тренировался. Ты четыре раз это повторил и сделал лучше. То есть четыре повторения и оказалось, что такой способ, причем я сначала поспорил, естественно, я еще там, типа я вот так. Он пытался поспорить, я ему показал гантелю, поднял вот так гантелю, 30 раз одел перчатки и он говорит, ну ладно. И он сделал быстрее. На самом деле, да, то есть там очень простые доступные уроки. Все, кто интересуется этой тематикой, обязательно заходим, смотрим. Ссылки в описании, подписываемся на инстаграм. Смотрите, вот так, ловитесь на диван сначала. подушку и включайте. Никаких пистолетов. Да. Спасибо, Марат, еще раз. Ладно. Спасибо тебе большое. большое.